Всем привет, с вами Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня поговорим о самом британском продукте. Ты догадался уже, да, что это? Это чай, конечно же. О чае будем разговаривать. Британцы в год выпивают 60 миллионов чашек чая. Только задумайся над этой цифрой. И, кстати, ну, естественно, чашка чая у нас будет как? У них есть специальное слово, они сократили cup of tea до kappa. То есть, если кто-то говорит I really need a kappa right now, имеется в виду cup of tea. Британцы, как правило, пьют чай с молоком и сахаром. Вот это вот то, что с лимончиком мы любим, да, это чисто русская история. Я не видела, чтобы на эти вы пили чай с лимоном. Но вот с молоком и сахаром, да. Причем каждый по-разному заваривает его. Как правило, они его пьют из пакетиков. И есть даже такое понятие builder's tea. Builder's tea это такой очень крепкий чай с молочком и сахаром как раз. У них очень много фраз, которые завязаны на чай. Например, считается в Британии, что любую проблему можно решить с помощью чая. Не важно, там, какие-то у тебя трудности в жизни, в тупике ты находишься, плохое настроение, я не знаю, что угодно. Все это можно починить, исправить с помощью чашки чая. И эта фраза звучит так. Нет ничего такого, что чашка чая не могла бы исправить. Еще, естественно, фразу с чаем какую ты знаешь? Правильно. Сейчас я сформулирую, или не быть чьей-то чашкой чая. Это когда идет у нас речь о том, что что-то тебе нравится или что-то тебе не нравится. Это более такой изысканный способ сказать, вместо того, чтобы Ничего, была киношка, но вот не мое. Эту фразу, я уверена, ты знал. Теперь у них есть еще поговорочка. Вот мы говорим раздувать из муки слона. Они говорят Шторм в чашке чая, да? Буря в чашке чая. Ничего серьезного, просто шум из ничего, все нормально будет. Еще, я, кстати, думала над этой фразой. Вот мы говорим ни за какие коврижки. Я вдруг поняла, что я не знаю, что такое коврижки. Я реально не знаю, что это такое. Это еда? Это что-то с коврами связано? Не знаю. Напишите мне в комментариях. Но ты понял, да? Когда что-то ты не сделаешь вообще ни за что и никогда. Да, у них есть фраза. Она не сильно часто используется, но она есть. Не буду это делать даже за весь чай в Китае, потому что, собственно, чай-то из Китая же завезли в Британию. Я эту работу ни за что, за эту работу ни за что не возьмусь. Мне не нужна эта работа. За весь даже чай в Китае. И сейчас мы подходим к самому интересному. Я приберегла это напоследок. Появилось другое значение слова tea. Это современный сленг, интернет-сленг. Если ты смотришь YouTube, какой-нибудь TikTok американский, я не знаю, соцсети американские, что угодно. Статьи какие-то читаешь. Не обязательно американские, да? Западные. Там эта фраза есть. Слово tea на сленге означает слухи, подробности какие-то сочные. Сейчас дам пример. Пролить чай, казалось бы. Нет. To spill the tea на сленге означает поделиться какими-то именно подробностями. То есть, особенно если речь идет о каком-то скандале. Кто-то что-то там про кого-то узнал. Окей, it's time to spill the tea. Еще мы говорим пролить свет, наверное. Но пролить свет – это больше сказать правду. Да, spill the tea – это именно поделиться вот этими, вот рассказать, как было, беспрекрас, вот вывалить чье-то грязное белье. Вот так. Еще говорят, what's the tea? В чем прикол? Что там происходит? What's the tea? Расскажи мне. And that's the tea, говорят. Вот так вот все и было. Теперь ты все знаешь. То есть, в зависимости от контекста, по-разному можно эту фразу перевести. Но это все вокруг одного и того же значения, да? Какие-то подробности, слухи или так далее. What's the tea with them? Are they a couple? Что за история с ними? Они пары или нет? Да, ты уже, я думаю, чувствуешь из моих примеров, примерно, как можно это использовать. I heard some tea about Saturday night. Я слышала кое-какие сочные подробности о том, что происходило в субботу. Кстати, многие вот эти каналы на YouTube, которые делают, которые посвящены всяким там слухам или, может быть, подробностям чьей-то личной жизни, у них сейчас даже аватарка, да, чашка чая, допустим, или мемасиков очень много, где кто-то проливает чай, пьет чай. Теперь ты будешь понимать, что tea в этом случае означает подробности и слухи. Надеюсь, все понятно. Спасибо, что смотрели. На этом с чаем мы сегодня закончили. Пойду сделаю себе чашечку, учу английский с пазл-инглиш. Субтитры сделал DimaTorzok